Ракетный удар ракетами «Кинжал» по нескольким областям Украины. Есть попадание в Ивано-Франковской области, причем не в военный, а в гражданский объект. Сразу отмечу, не попали туда, куда целились. Скорее всего, ракета «Кинжал», которая летела в сторону Киева, была сбита. И, к сожалению, обломки упали на территории детской больницы в Оболонском районе. Но при этом пострадавших, к величайшему счастью, нет. Ну и вчерашние последствия удара по городу Запорожье, по центру города, ударили по гостинице. Кстати, в этой гостинице находился детский лагерь, и хорошо, что в этот момент никого не было из детей. Они где-то были все заняты на мероприятиях, и просто чудо спасло. Но, тем не менее, на данный момент по Запорожью у нас 19 раненых, часть из которых госпитализирована. И одна женщина погибла в результате этого удара. Но что больше всего, наверное, удивляет и вызывает миллион вопросов, это реакция Организации Объединенных Наций. Дело в том, что эта гостиница в Запорожье была, можно сказать, штаб-квартирой ООН, где располагались сотрудники ООН. И как вы думаете, какая реакция? Абсолютно правильно вы подумали. Глубокое занепокоение. Они возмущены, и крайняя степень обеспокоенности, что вчерашний удар России по Запорожью пришелся на гостиницу, которая является, по сути, базой ООН. Вот вам и Организация Объединенных Наций, ее роль и место в урегулировании этого конфликта. Ни осуждения расистской агрессии, ни каких-то конкретных действий по пресечению агрессора, ничего, ни заявлений. Просто глубокая обеспокоенность. Крайняя степень, извините, уже не глубокая, уже крайняя степень обеспокоенности. Что будет дальше? Какой вид обеспокоенности? Ну а в общем, за прошедшие сутки враг нанес... Ну я так более подробно, мы с вами разберем сегодняшний ракетный удар по северо-западным областям Украины и по центру Украины. Уже в завтрашней сводке будет уже подробности от Генерального штаба и от командования воздушных сил. Ну а прошедшие сутки отметились тем, что враг нанес 5 ракетных ударов, вот один из них по Запорожью мы в итоге, я вам сказал, и 61 авиационный удар. Также противник совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прифронтовой зоне. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены гражданские лица, люди. Также пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. Поэтому и я, и в принципе здравый смысл говорит, что игнорировать ситуацию с воздушными тревогами невозможно. Кстати, получила продолжение история с двумя девушками молодыми, которые погибли в Запорожье. То, что я вам рассказывал, они не просто, оказывается, развлекали публику, они собирали деньги на помощь вооруженным силам Украины. У них отцы на фронте. И вот так вот случилось, что отцы воюют, защищают своих дочерей, дочери помогают, старались помочь своим отцам. В результате они погибли от рук рашистского агрессора. Вот такое вот продолжение получила эта история, к сожалению. Ну а на линии фронта за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник тоже применил авиацию, нанес авиационный удар. Причем по Сумской области и по нескольким населенным пунктам Степовое, Константиновка, Поповка и Александровка подверглись авиационному удару со стороны рашистской авиации. Также были совершены минометные артиллерийские обстрелы по всем трем областям Сумской, Черниговской и Харьковской. И под эти обстрелы попали более 25 населенных пунктов во всех этих областях. На Купинском направлении тут ситуация остается крайне тяжелая. Противник пытается наступать, пытается вести наступательные действия. Особенно были попытки в районе населенного пункта Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области. Также на Лиманском направлении были попытки наступления в районе Белогоровки. Там самая тяжелая ситуация на данный момент. Но как мы, знаете как, война это как школа жизни. И враг учится, что мы констатируем, к нашему сожалению. Ну и мы учимся, и в том числе у врага. Так вот, наши военнослужащие применяют активное минирование местности перед позициями. И вражеская техника рвется на наших минных полях еще похлеще, чем мы. Тем более, что они не ожидали, что мы начнем такое плотное минирование межпозиционного пространства вдоль всей линии фронта. Так что, вот это и обуславливает то, что применение бронетехники. А без бронетехники тяжело наступать, особенно в условиях той местности, которая там находится. Я имею ввиду, особенно Купинское направление. Вот, крайне тяжело. Поэтому наши войска за прошедшие сутки успешно отбили все попытки наступления на Купинском и Лиманском направлении со стороны войск рашистских агрессоров. Далее, Бахмутское направление. Тут противник тоже пытался ввести наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Но успеха не имел, понес потери и откатился на исходные позиции. Мы продолжаем пытаться атаковать в районе Клещиевки. Вот самые ожесточенные бои Бахмутского направления идут на рубеже Клещиевки и Курдюмовки. Вот на этом рубеже идут ожесточенные бои. Мы пытаемся наступать. Авдеевское и Марьинское направления. Тут враг тоже предпринимает попытки наступления в районе Авдеевки и в районе Марьинки. То есть, вот два основных населенных пункта. И в этих населенных пунктах враг пытается ввести наступательные действия. Ни на одном из направлений враг успеха не имел. Линия фронта осталась без изменений. Наши войска удерживают оборону и наносят поражение противнику. Бердянское направление. Тут продолжаются бои в районе Старомайорского. Несмотря на то, что наши войска продвигаются вперед, противник все равно пытается контратаковать в районе Старомайорского. В урожайном уже контратаки затихли. И фактически на сегодняшний день рашистские войска удерживают южную окраину урожайного. Именно окраину. Центр города можно уже назвать серой зоной. Населенного пункта урожайного. Наши продвигаются. И что самое интересное, что наши подразделения пошли практически в обход урожайного. То есть ТИТАБР, по-моему 60-й СНБР, я вам говорил, пытаются сражаться. Удерживать какие-то рубежи урожайным. Но сейчас они уже получились действительно в полукольце. А подкрепление вряд ли уже придет, потому что его брать неоткуда. Российское военное командование размещает войска, уже ранее отведенные от урожайного и Старомайорского, на рубеже Старомлыновки. А вооруженные силы Украины медленно, но уверенно приближаются к Старомлыновке. А это главный узел обороны, можно так его назвать, на этом участке. На этом участке главной линии обороны расистских войск, которую они строили так долго и упорно. Поэтому вот такая вот ситуация. Я так понял, что 60-ю СНБР расистскую бросили. Бросили просто умирать там в урожайном, для того, чтобы максимально постараться сдержать наши войска. Но наши войска сделали намного умнее. Просто обошли урожайное и пошли дальше на Старомлыновку. Запорожское направление. Тут наши подразделения действуют на рубеже Лобково-Пятихатки. Здесь началась активность. У нас была проблема с Жеребянкой. Я имею ввиду, мы застопорились на продвижении своем на населенном пункте Жеребянка. Но, в принципе, тоже наше командование приняло решение. И не стали штурмовать в лоб, а просто обошли Жеребянку с севера. И теперь вопрос окружения, охвата Жеребянки. Это уже вопрос времени. И далее это дорога на Луговое. И дальше, с левой стороны от Лугового, точнее за Луговым, там уже Васильевка. Так что, вот такая вот. На Запорожском направлении есть положительное движение. На Бердянском направлении тоже есть положительное движение наших войск. На Купинском, Лиманском направлении обстановка крайне тяжелая, но стабильная. То есть, мы держим оборону. Да, идет там просто очень узкое место между водохранилищем. Там действительно не каскад. Я ошибся, спасибо за подсказку, что там большое водохранилище оскользкое. Так вот, там очень узкое место, оно полностью простреливается российской артиллерией. Именно поэтому принято решение об эвакуации, принудительной эвакуации гражданского населения, чтобы люди не попадали. Иначе надо будет сидеть в подвалах безвылазно. И не факт, что снаряд не попадет. Плотность огня довольно высокая. Артиллерии там расисты собрали довольно много. Поэтому, я думаю, что целесобра правильное решение в плане эвакуации гражданского населения с тех двух направлений. Ну и остается у нас с вами Херсонское направление. Здесь противник продолжает наносить авиационные удары. В частности, по Херсонской области в районе населенного пункта Казацкого. За прошедшие сутки был нанесен авиационный удар. Также артиллерийские обстрелы. Более 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра подверглись обстрелам российской артиллерии. В основном это Херсонская, ну и частично Николаевская, на юге Николаевская область. Вот такая вот продолжается боестолкновение на левом берегу. Более конкретной пока информации нету. Но Плацдарм на месте никуда не делся. Как я и говорю, живет и развивается. Плацдарм, наш Плацдарм на левом берегу. Редактор субтитров А.Семкин